Даня, доброе утро! Чё я дома забыл? Я хуже пришёл. Как попал сюда? Так через окно. Может хватит выяснять, как я сюда попал? Я хочу жрать, вот приборы принёс. Чё ты хочешь-то? В тиктоке видел горячую собаку. Какую горячую собаку? Горячую собаку, так и написано. Хот-дог, что ли, Дима? Ну точно, я же о нём и говорю. Собака горячая. На тебе ложку. Погнали. Ну что, дорогие друзья, всем привет. С вами Даня и Дима. Здорово. И как вы поняли, сегодня горячая собака. Моя любимая горяченькая собачка. Хот-дог. И монетка решита. Кто готовит горячую собаку за бюджет без ограничения, а у кого будет всего 200 рублей. Орёл. Решка. Решка. Решка выпала. Поздравляем, Дмитрия, наконец-таки. Ему упал бюджет без ограничения, ребят. Поздравляю тебя. Я на самом деле рад. И вы рады все. Вы все просили. Браво, Дима. Пацаны, и мы идём покупать самую лучшую горячую собаку. Ну, если Димон и сейчас проиграет, я просто охренею. Смотри, оператор. Видишь? Тема, да, какая? Раз решка. Угу. Два решка. Ну, нифига. Я надеюсь, он сегодня не проиграет хотя бы. Достал уже. Двести рублей мой сегодняшний бюджет. И мне самое место в Ашане. Готовим хот-дог. Нужен мне багет. Ну, как багет, батон. Сал, сиска, колбаса, кетчуп, майонез. Ашановский багет. Самый лучший за десять рублей. Короче, два багета хватит, но какая-то у него консистенция очень странная. Я на самом деле взял бы батон, может быть. Хотя бы багет сойдёт. Ну что, народ, мне подсказали, где самые дорогие продукты. Азбука вкуса. И я предлагаю сразу нам начать. Оператор, пойдём со мной. Тут ветер дует, прохладненько. Пойдём. Пацаны, по Москве гуляет корона, поэтому нас все заставляют одевать маски. Поэтому, если я иногда буду в Москве, вы меня извините. Значит, смотрите, берём булочки каталонские, четыре штуки. На 200 рублей, по 118 они, короче, стоят. На самом деле, это не то, что я хотел, но в азбуке вкуса, ну, к сожалению, нет специальных булочек. Кладём их и погнали. Сосиски, смотри, какие классные, за 59 рублей. И сердечко ми-ми-ми здесь есть. 59 рублей. Давай посмотрим на срок годности. Понятно, почему они чуть подешевле стоят по скидочке. Потому что срок годности скоро-то выйдет. Берём их и используем в нашем лучшем хот-доге. Погнали. Господа, я стою в очереди. Знаете, почему стою в очереди? Потому что оператор мудила. Заставил меня стоять в очереди пробовать колбасу. Пойдёмте в очереди стоять. Нам для ролика, мы, короче, за 200 рублей готовим блюдо. И за безграничный бюджет попало так, что у меня бюджет 200 рублей. Мне нужно купить сосисок, кучу всего ингредиентов для хот-дога. Смотри, что у меня есть. Полстакана сосисок. Ты понимаешь, что из этого целую колбасу отдельную соберу. И у меня будет один, как минимум, вкусный хот-дог. И Дима, скорее всего, проиграет. Расскажу о сегодняшнем спонсоре. GTA 5 RP. Это та же GTA 5, которую мы так любим. Но с элементами ролплей. Где ты можешь делать всё то, что и в реальной жизни. Заводить отношения, строить бизнес, стать врачом, гонщиком. Только ты выбираешь, кем станет твой герой. Кстати, в игре полно лицензированных авто. От Джигули до Бугати. И с каждым обновлением машин становится всё больше и больше. Зацени игру про реальную жизнь по ссылке в описании. Ну что, народ, сосисочки выбираем. Тут вообще многообразие большое. Но я выбрал копчёные. Так, масочка, прикрываем лицо. Копчёные. 450 рублей засчитано. Так, народ. Бекончик сырокопчёный. 199 рублей. Банс! Просто мой бюджет на прошлых выпусках взял и улетел. Но ничего страшного. Деньги сегодня есть. Проходил тут мимо. И нашёл кетчуп. Подойди сюда и покажи ценник. Мне кажется, если открыть баночку, он меня отсосёт. Он стоит 720 рублей. Это... Слушайте, если бы я гулял за свой счёт, я бы его никогда себе в жизни не купил. 720 рублей. Кетчуп. Дзинь. Чего? Ну я, конечно, придурок, пацаны. 720 рублей на кетчуп. А мы его нибудь даже выкинем. Купаешь? Я беру, конечно. Это реально? Да. Может, возьмём чём? Понимаешь, что у тебя сосиски дешевле, чем кетчуп? Да, вот я сейчас тоже задумался. У меня сосиски за 400, а кетчуп за 800. 800 рублей уходит из моего кармана. Дзинь, вышли отсюда. Пойду куплю себе чём подешевле. Мы берём всё равно дорогой, но уже 229. Пойдёт. Всё, теперь точно дзинь. У нас есть бесплатные сосиски и кетчуп за 18 рублей. Томатный кетчуп. Посмотри, а может быть, тут какой-то острый есть. Давай для шашлыка, может быть, возьмём. Скажем, что это элитный какой-нибудь французский или немецкий кетчуп. Из лучших томатов он приготовлен. И никто не будет знать, что он стоит 17 рублей. 18. Только никому не говори, оператор. Хорошо? Знаешь что? У меня остались деньги, и я хочу сделать красиво. Я хочу купить салат, чтобы на листик салата выложить сосисоньку, кетчуп, сырок расплавить. 49 рублей. 50 рублей он стоит. Слушай, 50 рублей стоит салат. Я думаю, что нерационально для меня покупать его. И есть смысл. Украсть у Димона. Он по-любому себе купит листья салата. У него дорогой же бургер будет. Бургер, хот-дог, прошу прощения. Дорогой. И у него по-любому будут листья салата. У него мы их истырим втихую, а сами купим лук и майонез. И всё, профит великолепно. Мазик 629 рублей. Что мы с таким мазиком делаем правильно? Посмотрели, сказали, о боже, какой дорогой. И поставили на место. У тебя у меня безграничный бюджет, но я же не дебил. 41 рубль. Мазичек. Отправляйте в мою корзинку. Заметь, снова попал. Дима Баскетбол, как-никак, спортсмен. О-о-о. Пацаны, я захожу, тут вместо цен номера телефонов. Я хрен знает вообще чуть такое. Ну ладно, берём помидорки, просто похаваем. Тут их до хрена, но деньги есть. И мне нужны огурчики. Огурчики. 200 рублей за 5 огурцов. Сергей. У меня сейчас сердечко выскочит от таких стоимости. Я тебе отвечаю. Так, пацаны, ну и салат. Это растение, походу, не есть. Надо в комнате поставить, выращивать. Это бизнес. Это бизнес, но похер. Берём бизнес. И теперь мы передвигаемся прямиком на кассу. Пацаны, ну вот, наконец-то я почувствовал, что такое длинный чек. До этого у меня был просто длинный чек. Теперь, пацаны, два мешочка. И мы бежим в квартиру готовить самый вкусный хот-дог. Надеюсь, наш план сработает по грабежу Дмитрия. Мы берём один лучок. 29 рублей за килограмм. Сколько? Ну, это, наверное, получится рублей 10 за луковицу. Клавиша номер 2. Пойдём его взвешивать. Сколько я говорил? 10 рублей? 3 рубля 65 копеек. Я нашёл то, что просто это ульта. Сливочно-чесночный соус. Ты понимаешь, что именно это проложит нам путь к победе. Дмитрий сегодня проиграет. Мы уложились в бюджет. У нас тут вообще такой жир в корзине происходит. Надеюсь, Димон купит салат. И я у него листочек один украду. Ну, или два листочка. Зачем ему его так много? Он же ворует у меня. Ворует. Я не могу украсть. Могу, конечно. Идём расплачиваться на кассу. Мы закупились. Есть багеты. Есть сосиски. Есть майонез. Есть кетчуп. Вернее, соус чесночный вместо майонеза. Есть куча всего. И вот он чек на 182 рубля. Хот-дог обещает быть вкусным. И он будет не один. Их будет несколько. Только оператор сегодня тоже поест. Не волнуйся за него. Вот так вот. Поехали домой. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые зрители. Тебе не жмёт вытяжка? Вот и хорошо, что не жмёт. Что ты приобрёл? Салатик. Это хорошо, что ты приобрёл салатик. Это для моего домосерства. Это бизнес какой-то? Да, Дима, бизнес. А ты где закупался? В Азб, в куск. А там кетчуп по 700 рублей есть. Почему за 200? Расскажи. Потому что... Там соусы по 1500 есть. Смотри, этот 100% издавленный. Какая разница? Сосиски. Дорогие? 400 рублей. Я и шел. Это что такое? Почему ты купил кетчуп майонез? Он купил дешёвый кетчуп с безграничным бюджетом. Ты чё? Это майонез и, ну, как говорится, скид на кухне фаворит. Это что у тебя, булочки? Нет. Угадай, что? Расскажи про булочки. Булочки. Ну, не такие, как я хотел. Я хотел другие, но меня заставили к сему азбуку вкуса. Так, я помню, кто им сказал, что я купил. Но я не знаю, ты покупал сосисочки в развес. Кого ты купил? Это ульта была, понимаешь? Там были санкционные, там были бесплатные сосиски. Спасибо Ашану. Он мне сегодня помог. У меня одну считай, что колбасу сил набрал. Нет, это дегустационный стенд был. Там раздавали бесплатно колбасу. Я подошёл, говорю, а можно колбасы в стаканчик набрать себе бутерброд дома сделаем? Она так пустила, он мне сжал одну. Говорит, вот тебе стаканчик с колбаской. Скажи мне, пожалуйста, это хот-дог или почему такая здоровая? Хот-дога мало не бывает. 42 рубля за сыр. Какие сосиски пацанские мощные. Я в беконку делал. Это мой сыр, чего кидаешь? Ой, ну да. Мы готовимся к приготовлению наших хот-догов и поехали. Приятного аппетита. Ну что, первым на очередь идёт лук. Его нужно обжарить, потому что, грубо говоря, что в хот-доге это лук, сосисочки нужно будет поджарить и всё. Ага, нож великолепный. Нож, конечно, нафиг. Надо почистить лук. А он сочный, трындец. Нет, нельзя. Что мы делаем? Мы режем и плачем, потому что я не могу, не плачь. Я нарисую лук, он рисует с глазами. Всё, у меня лук нафиг нарезан. Та трындец, но вот это в глаза лезет тут. Короче, сегодня коронавирус не пройдёт. Сгляни, какой лучок. Он поджолотился. Красивый, великолепный стал. Ещё буквально минуточек пять, и можно будет его снимать и сосиски кидать на огонь. Вот такой вот раз надрез. Два надреза такой вот. Она, получается, приготовится, этот разрез расширится, и будет, знаешь, интересная, как настоящая такая сосиска. Сосиски на сковородке, смотри, сейчас мы их обжариваем. О, она обжаривает, смотрят, как красивая получается, интересная. Сейчас мы их обжариваем вот со всех сторон. Посмотри по консистенции. Опиши, вот на вид консистенцию. Он очень жидкий, сука. Я не хотел бы обычный, сука. Пробуй, пробуй, пробуй. Во-первых, он острый, говорит, я такой не люблю. Он жидкий, я такой не люблю. Где, блядь, кусочки? Я хочу помидорку. Да, он вообще не может. Прикол в том, что он по вкусу как томатная паста. Именно бабушкина, с деревни, которая в борщ класть. Это чисто настоящие помидоры. Вот как они есть. Без каких-либо добавок. Я хочу добавок. Я хочу гемеон. Вдобавок наешь. Только никому не говори. Димона здесь нет, он отошел. Без этого, ну, как бы можно и без этого, с этим быть веселее. Пойще, говорю, что можно упереть салатик у Димона. Мы сейчас сделаем все так, что он даже ничего не узнает. Просто берем аккуратненько листик салатика, надламываем у основания. Раз, два, три, четыре. Все. В смысле? Я ничего не узнаю. Я должен телефон, но я рядом не лалов. А что-то случилось? Ты кого обманывать начал? Ты что, блядь? А сам-то ты тырил все подряд. Я тырил у тебя на глазах, а ты говоришь, чтобы Дима не увидел. Ты лежал в двух метрах, ты все слышал, походу. У нас все готово, будем собирать конструктор. Уже листики домыть только и все. Опа, посмотри, какие красивые сосисоны. Поджаренные, лучшие просто для лучшего хот-дога. Четыре штуки как раз. Вот такая вот история у нас получилась. Красиво выглядят, красиво, аппетитно? Аппетитно. Пиши в комментариях. Сейчас мы будем собирать конструктор. Начинаем собирать наш конструктор. Достаем, значит, багет. Пахнет очень круто. Если он еще мягенький весь такой, это прям вообще будет сказка. Половиним багет на две части, примерно, по центру. Ну, таким вот образом. Мягенький, очень приятный. Есть идея. Знаешь, какая идея? Офигеть. Это вы мне в комментариях научили. Сейчас ты все узнаешь. Поджариваем наш хлебушек на сковородочке. И получается просто восхитительно. Для начала его нужно располовинить на две части. Прикольно вообще получается. Булки готовы. Они ароматные, теплые, мягкие, хрустящие. Теперь мы берем лист салата, который мы честным путем добыли. Надо, чтобы он высох на самом деле. У нас мокренький. Это не очень. Только поспособствует тому, чтобы булка развалилась гораздо быстрее. А он нужен для того, чтобы соус булку не испортил. Посмотри, как все красиво. И идут соусы у нас. Слушай, а знаешь что? А сыр же еще. Это еще надо будет в микроволновку пихать. Сыр же еще у меня есть. А сыр-то куда мне пихать? Соусы у нас идут на очереди. Давай, значит. У нас идет что-то наподобие киченеза, только это сливочно-чесночный соус. Наливаем. Прям не жалеем, не жалеем. Теперь у нас вот колбасонька. Посмотри, какая здоровская, обжаренная, красивая. Вот такая вот штука у нас получилась. Смотри. Потом еще сверху ляжет сыр. И в принципе наш хот-дог за 200 рублей готов. Смотри-ка, что получается. Получается вот такая вот красота. Как тебе? Для 200 рублей это достойно или не очень? Пиши в комментариях. Первый готов. То же самое мы проделаем и с другими булками, с другими сосисками, листьями салата. И получится офигительный обед, ужин. Что у нас будет? Завтрак у нас будет. Вот так вот, господа. Ну что, народ, вот и мой черед готовить. Берем две булочки. Запашок у них что надо. Ну а видочек такой себе. На самом деле я представлялась себе немного по-другому, но будем выкручиваться. Просто мне кажется, знаешь, я вот сейчас разрежу эту свою булочку, и в ней сосиска тупо утонет. А она внутри пустая как раз, слышишь, походу, как мне надо. Да. Ненужная деталь тут. Раскладываем, ребята, наши сосиски. Никогда не жрал сосиски за 400 рублей. Сейчас я вам расскажу, что это такое сосиски за 400. Я жрал сосиски самого разного качества. Это такая же сосиска. Я извиняюсь, конечно. Я просрал 400 рублей ни на что. Я взял очень дорогой кетчуп, томато, белисимо, там вся фигня. Ну это такой порошняк. Смотри, показываю лайфхак. Вспомните любой кетчуп. Он сразу вот начинает выскакивать. Ничего не идет, если только ладошку отбил, понимаешь? Смотрите, этот человек не перестает меня удивлять и издеваться. О, как невкусно. Что он сдал от меня, я вообще не понимаю. Он уже и пьет, и жрет. Ну пиздец, а я тут это... У меня все валится из рук. Нахуй это. Бекончик. Я не сдаюсь, знаете, вот что я делаю. Кладу бекончик на плиту. Так, давайте поставим на пятерочку. Тут горячо, тут походу на десятки жарили. Ну поставил на шестерочку. Шестерочка моя тоже любимое число. Смотрите, мне надо поджаристый бекон. Ну я вам не могу объяснить вкус, какой будет. Но вот представьте, что вы поджарили бекон, и вот именно такой будет вкус. Значит, смотрите, у меня есть попытка ошибиться, чтобы вы понимали. У меня еще остается бекон, и я тут могу немного накосячить. Поэтому сейчас мы с вами вместе учимся. Я хреновый поваренок. Вот самое трудное, это мне понять, когда пора. Бекон уже поджарен. Вот так, вот столько у нас его получилось целой пачки. Мы выбираем сторонку и принимаемся за сосисочки. Выкладываем их. Они уже, ребятки, сосисочки у нас в сковороде. И они сейчас будут у нас немножечко еще подогреваться. Льется снова. Кетчуп пустили к нам в дом. Так, моем руки, потому что я работаю с едой. И все-таки люди какие-никакие эту еду будут пробовать. Поэтому я хотел бы, чтобы все выжили, не отрыванулись. Но если отрывануться, я скину все на квантомца, слава богу. Вот я уже сразу вижу свою булочку, вот эту неказистую суку. Это будет моя, потому что гостям всегда все самое лучшее. Гостям у нас почет. Но только Сергей у нас остается сегодня без булки. Ты тоже ему не сделал? Да, ты тоже ему не сделал. Ну, в общем, а, ты же сегодня, ты же четвертый. Все нормально. Сегодня Сергей сначала смотрит, а потом голосует за мой бутерброд. Правильно, Сережа? Конечно. Правильно, потому что кто тебя бекончиком накормил, не стоит забывать. Сергей все пытается спрятать мой второй подбородок, пацаны. Но матушка природа не поможет и Сережа не поможет. Все-таки руки, пацаны, у меня наточена бомжатость. И дай бог повезет. Так, размазуем, размазуем, размазуем. Конечно же. Так, потрясающе. Я думаю, ребята, это не стоит снимать. Сейчас я просто повторю все эти же операции и уже появлюсь. У нас есть гость, это Витя. Витя, здравствуй. И он будет пробовать то, что у нас сегодня получилось. Давай не будем смешить с выводами. По визуалу, смотри, что тебе нравится в первую очередь по визуалу. А скажи, какой бюджет был? Нет, давай ты по визуалу сначала, дай балл. Что, дешевле? Нет, что тебе нравится по красоте больше. Вот левый, который с сыром, с салатиком, выглядит как-то поприятнее. То есть ты ему отдаешь один балл за красоту? Чисто с визуальной точки зрения. За визуал есть один балл у него. Я подкладывал бекон в крифтожопый просто. Потому что не так, да. Но давай так, я предугадаюсь по бюджету. По бюджету, да. Найти штучный салат легче, чем штучный бекон. Да? Ты подводишь к тому, что... Да, бекон это более дорогой продукт. Теперь по вкусовым качествам. Давай с этого начинай с дешевого. Я как бы не верующий. Господи, спаси, сохрани. Вот, можешь запить, если плохо станет. Блин, я сам хочу его укусить. Нет, Витя не хочу. Я меняю свое мнение по поводу дешевле. Судя по всему, вот это, чисто из-за сосиски, более дорогой вариант. Ты молодец, ты хорош. В сосисках я разбираюсь. Это молодец. Ценю это качество в мужчинах. Ну что ж, открой по шине рот, сейчас хот-дог туда войдет. Давай. Проблема в том, что это реально порви. Томатная паста. Ты смеешься, потому что ты знаешь, что это. Томатная паста. Здесь я прям реально про бабулю вспомнил. Вкус детства. Если кто и зритель есть, старше 20, посещали московские парки. Вот там примерно такие же переваренные сосиски. В батон наворачивали. Ну и типа кетчуп, горчица, майонез и пахалут. А по вкусовым вообще? Ну то есть с точки зрения сосисы. Сосисы решают в данном случае. Ну и соус, конечно, я понимаю, что типа часа. Сосиса решает. А теперь готов послушать главную. Вот эта сосиска стоит 400 рублей. А вот эта 59. Все-таки мутроза 59 лезет, понимаете? Дешевизна сегодня выиграла, господа. С любовью приготовлены. Давайте так. Скорее всего, он победил из-за того, что у меня есть предупреждение по поводу хот-дога. То, как он должен выглядеть, то, как он должен на вкус. Почти 10 выпусков прошло, мы его ни разу не кормили. Это наш оператор. Знакомьтесь, Сережа. Сережа, давай меньше слов. Бери дешевый, кусай, говори, как тебе. Да, он знает, что дорогое, что дешевое. Да, он знает, поэтому тут смысле нет, поэтому сегодня без навязывания глаз. Вот, смотри, как он вкусно хавает. А он на опыте. Он на опыте прям хорошо зашло. Не смеши его. Я пока кроме теста ничего не чувствую. Началось. Это хейтвое адрес. Ну, лучом чувствуется. Сосиска, она не сильно чувствуется. Понятно, это тот человек, для которого придумали чизбургер 8 котлет в одном бургере. Вот это для него специально. Да нет, ну тут очень толстый хлеб. Ну, вот видишь, он... Ты вот это попробуй толстый хлеб. Ну, я здесь, думаю, вообще ничего. По визуалу ты не стал по визуалу. Вот, что тебе нравилось больше по визуалу. Давайте немножко про визуалу. По визуалу это лучше, потому что, ну, если посмотреть именно четко сюда, это как будто... Давай, кусай, просто тушай. Нормально пошло. Давай, рассказывай про тесто. Как там чувствуется? Нет, так сейчас он, конечно, сейчас тесто, тестяной кусочек взял, а там потом... Вообще он тоже взял тестяной кусочек. Не, ну, ребят, если честно говорить, он будет ест много хлеба. Ну, как будто один хлеб ест. Он все раз будет маленькие колечки есть, которые бесплатно в магазине дали, и все. За кадром причем. Мне кажется, этот оператор тоже неплохо справляется. Знаете, тут это, оказывается, каждый может. И дешевле! Все, это главное. Здесь бекон, понятно, он чувствуется, потому что он сверху лежит. В любом случае побеждает, скорее всего, этот хот-дог, горячая собака. В общем, дешевый побеждает. И видите, за 200 рублей можно сделать хот-догов на всю семью 4 штуки, и вполне себе будет неплохо. Как вам ролик? Пишите в комментариях. С вами был я, Даня. С вами был Дима. Мы готовили сегодня хот-доги. Пиши в комментариях, как тебе выпуск. Пиши в комментариях, какой ролик хочешь увидеть в следующий раз. Не забывай про подписку, про подписку на мой инстаграм. И всем пока, до скорых встреч. Пока-пока. До свидания.